Открытие нового и инвестиции в уже существующее. В ходе рабочей поездки в Кировский район Константин Бахарев посетил два предприятия сельхозназначения. Первый вице-спикер парламента ознакомился с производственным процессом и пообщался с коллективом. Подробнее о новом заводе сельхозтехники и стабильно развивающемся винодельческом предприятии Кировского района смотрите в нашем сюжете. В день памяти жертв депортации рабочая поездка началась с возложения цветов к памятному знаку в Кировском. 18 мая трагическая дата в истории Крыма. Из любой трагедии надо уметь извлекать уроки. В данном случае главный урок заключается в том, что межэтнический мир, многонациональный Крым, это наше общее достояние. И поддерживать его наш общий долг. Мы не должны допустить тоталитарного режима, это первое самое главное, прихода к власти фашизма, нацизма. Вот это самое главное сегодня, над чем мы работаем. Завод по производству сельхозтехники в Старом Крыму открылся около года назад. Производственная база была на Украине. Ее перевезли и теперь производят почвообрабатывающую технику и запчасти к ней. Перспективы предприятия большие. В Крыму подобных производств просто нет. А спрос сумасшедший. Оборудование современное. Отделы у нас есть плазменные резки, которые в принципе техника используются как бы ведущими разработчиками. Там японские все станки с ЧПУ контролем. То же самое токарно-фрезерные обработки. Все проводятся на станках с ЧПУ обработкой. То бишь там точность идет уже не в десятках, а в сотнях. А эта винодельческая компания – одна из крупнейших в Крыму. Тут работает более 300 сотрудников. Самое современное оборудование. У предприятия большие площади собственных виноградников. Более 1100 гектаров. Поэтому и вино здесь настоящее. Без добавления спирта. Используется классическая технология производства. Непосредственно по линии розлива у нас используется холодный розлив. То есть мы разливаем действительно живое вино. Развитие существующих и создание новых предприятий в сельскохозяйственной сфере – это одно из приоритетных направлений работы республиканской власти, уверен Константин Бахарев. А предприятия, которые первый вице-спикер посетил в ходе рабочей поездки – яркий пример эффективности этой работы. Инвесторы зарегистрировались как участники свободной экономической зоны. То есть они воспользовались теми возможностями, которые мы им предоставили законодательно. И сегодня могут завозить импортное дорогостоящее оборудование, которое позволит выпускать качественную продукцию и пользоваться всеми теми налоговыми и таможенными льготами, которые предоставлены таким инвесторам, законам Республики Крым, именно как участникам свободной экономической зоны. Напомним, в этом году Крыму выделили 3,5 миллиарда рублей на развитие сельскохозяйственной отрасли. Эти деньги пойдут на реализацию перспективных инвестпроектов и поддержку аграрии в полуострова. Эдуард Здоров, Александр Смычек. Время новостей. Кировский район. Кировский район.